Вы знаете, все вы, наверное, смотрели такое кино. Сначала его снимали только в Голливуде, сегодня уже снимают и в России. Такое фантастические фильмы, якобы недалёкое будущее. Там какой-нибудь пост-Акапа, апокалипсис, например, случился. И общим миром правят уже не президенты, не чиновники, а корпорации. То есть, большие, крупные корпорации. Вот они владеют всеми деньгами. И вот они, собственно, диктуют условия. Они покупают президентов, они покупают чиновников. Собственно, это и сегодня происходит, согласен. Но, повторюсь, остался вот этот вот неподеленный сектор. Это очень большой, очень серьёзный сектор. Малый и средний бизнес. Он до сих пор принадлежит каким-то определённым людям. И вот этот лакомый кусок, он сладкий. Вдруг появились вот такие вот ребята, которые подумали, ух ты, какая удачная ситуация. Тут вроде как мир полтора года в пандемии. Тут постоянно вводятся какие-то ограничения. Почему бы этим не воспользоваться? Я даже не удивлюсь, что часть вот этих вот ограничений, она лоббируется некими корпорациями. Сейчас объясню на пальцах. Вот все мы сегодня слышали о том, что нас ждёт повсеместно. И уже началась вот эта вот система QR-кодов. То есть, опять поделили нас на красных и на белых. На привитых и непривитых. Рассказывают, что это вроде как в целях нашей же безопасности. Те, кто прошли вакцинацию. Для них не будет никаких запретов. И запретов, имея QR-код, ты сможешь вести по-прежнему ту самую жизнь, к которой ты привык. Ты сможешь посещать те же торговые центры. Ты можешь посещать те же спортивные какие-то учреждения. Ты можешь посещать кафе, рестораны. Вообще без проблем. Если ты не вакцинирован, ну, прости, для тебя двери во многие заведения закрыты. Опять же, потому что это заботятся о тебе и о твоём здоровье. На самом деле, повторюсь, есть ребята, которые прочухали. Они же прекрасно понимают, что такое система QR-кодов. Во-первых, если говорить о числе привитых, давайте не будем забывать, что подавляющее число привитых – это всё-таки либо пенсионеры, которые, в общем, достаточно исполнительные ребята, которые достаточно внушаемы. А внушают о том, что прививка – это наше всё, и спасёт только прививка. Нам с сентября прошлого года активно вот эта мысль навяливает. Подавляющее большинство пенсионеров, повторюсь, удалось убедить. Либо бюджетники, которым некуда деваться, потому что они с ног до головы закредитованы. Их квартира в кредите, машина в кредите, бытовая техника, которая у них дома, и та в кредите. И для них потерять работу – это значит потерять всё, поэтому они пошли вакцинироваться. Но вот если мы посмотрим с точки зрения малого бизнеса, например, тех же кинотеатров, например, тех же баров, ресторанов, например, тех же салонов красоты – это не клиентура. Ну что, часто пенсионеры ходят в кинотеатры. Ходят некоторые, согласен, не будем об этом забывать, но для них есть специальные часы, когда они получают специальные скидки, и таких людей, в общем, не очень много. Потому что пенсия, ну, сами понимаете, какая у людей пенсия. Ходит ли закредитованный бюджетник в какие-то развлекательные заведения, посещает ли он кафе, рестораны, как часто он ходит в кино, ну, разве что в новогодние праздники, вот, собственно, и всё. То есть, основная клиентура отсекается. Поэтому введение вот этих вот QR-кодов, оно рано или поздно приведёт к закрытию этих учреждений. Но, представляете, тот же кинотеатр, он потерял массу клиентов, массу посетителей. Повторюсь, ходят только вакцинированные. Очень небольшой процент, как в 90-е, вот те, кто жил, тот меня поймёт, когда в кинотеатре можно было наблюдать на сеансе, там, 3, 4, 5, 10 человек от силы. То есть, пустой совершенно зал. А владелец кинотеатра при этом покупает прокатные удостоверения, платит авторские какие-то отчисления, да, он платит, у него огромные залы, нужно платить огромную аренду, нужно эти залы отапливать и освещать. То есть, никто ведь от этого не освобождал. То есть, приходится, приходится все вот эти вот траты внести, но ты их не отбиваешь. Более того, они сделали это перед Новым годом, а Новый год половину вот этих мелких бизнесменов кормит. Что произойдёт сейчас, я думаю, что они понесут убытки. И произойдёт то же самое, что произошло в первую волну пандемии. Многие просто не вывезут. И им придётся исправляться хотя бы частично от каких-то активов. Потому что есть такое понятие, как токсичный актив. Но вот представьте, не работает там такое заведение. Определённый, повторюсь, кинотеатр, определённый ресторан. Или работает, но он работает себе в убыток. Это токсичный актив. Человек накапливает долги. Они растут, растут. Долги по аренде, долги по коммуналке. Возможно, у него какой-то банковский кредит. И в конце концов, он приходит к выводу, что это токсичный, непрофильный актив, который тянет его предприятие вниз. Ему приходится этот актив продавать. Кто от этого выиграет? От этого выигрывают, конечно, сетевики. Крупные сети, у которых появляется возможность приобрести нормальные, хорошие, действующие активы по бросовой цене. Потому что предложений больше, чем спроса. Сетевику хорошо. Он покупает нормальный работающий ресторан. Уже раскрученный ресторан. Прикормленный ресторан. Который люди уже знают. В который люди ходят. Он покупает его, по сути, за бесцены. Вот и всё. Это хорошо, опять же, властям. Потому что вот эта приюлочная компания показала, когда заставляли всех вакцинироваться, когда вакцинацию сделали обязательной. Приюлочная компания показала, что очень сложно договариваться с огромным количеством предпринимателей, коих тысячи. Зачем тебе договариваться с тысячами рестораторов, когда у тебя есть там одна условная Гинза Проджект? Один владелец, который владеет всеми ресторанами во всём городе. Да красота, ты с ним быстрее договоришься. Он монополит. Момент номер два. Почему это плохо? Давайте объясню почему. Потому что кто-то мне сейчас возразил, да ну прикольно. А что такого? Мне какая разница? Я простой нанятый сотрудник, я простой повар, я простой официант. Ну и что? Работать не у твоего приятеля, а у какого-то там предпринимателя, который владеет двумя-тремя ресторанами, или пойти в какую-то сетевую компанию, которая, ну, по крайней мере, она точно с ней ничего не случится, там она более стабильна. Её точно завтра не закроют. Во-вторых, мы во всех сетевых компаниях, во всех сетевых магазинах, даже и зарплаты выше, начнём с этого. Да, ребят. Тут я соглашусь, но это пока. То есть, пока выше, пока на рынке есть какая-никакая конкуренция. Как только конкуренции не будет, не переживайте, и зарплаты начнут снижаться, и условия трудовых договоров начнут ужесточаться. И что вы будете делать в этом случае? Сегодня у вас есть, по крайней мере, возможность, если вы где-то не нашли понимания со своим работодателем, например, по той же вакцинации, у вас есть возможность, как сказал Песков, не хочешь делать прививку, увольняйся. У тебя есть возможность написать заявление об уходе и уволиться. А что ты будешь делать, когда всеми, ты повар, а всеми кафе в твоём городе, всеми ресторанами владеет одна единственная Гинза Проджикт. Куда ты пойдёшь? Третий момент. В России, да, наверное, везде, но в России, в этом плане, в большей степени, появление монополистов на рынке, оно приводит к ухудшению качества. Опять же, приведу пример, который вы все прекрасно поймёте. Вот рынок мобильной связи, на котором у нас уже много лет присутствуют, ну, по сути, три оператора. Они называются «Большая тройка». Ну, я думаю, вы со мной согласитесь, да? Нет никого в этой тройке, у кого не было бы косяков по связи. Ты можешь любую сим-карту вставлять в телефон, только толку никакого. Простой пример у меня на даче. Да, вот там работает один оператор, а больше ни одна вышка не добивает, никто не добивает из операторов. Начинаешь звонить и говорить, ребята, нам можно как-то улучшить качество связи? У меня вот тот оператор даже, который там работает, он и то работает через пень, колоду сегодня не работает, завтра не работает, начинаешь их просить улучшить качество, а тебе говорят, нам не выгодно это делать. Нафига будем вкладывать деньги, устанавливать там более мощные передатчики? Оно нам надо. И они понимают, что у меня выбора нет. Что остальные операторы либо работают точно так же плохо, либо вообще там не работают. Поэтому выбирать не приходится. Вот, ребята, о чём я говорю. Грядёт ещё раз. То, что мы видели в кино, вот эта корпоративная экономика, она потихонечку выстраивается. И в конце концов она выстроится, всё это дело не за горами. Вот под шумок пандемии некие умные ребята решили взять всё и поделить. Кто от этого пострадает? Ну, пострадаем от этого в первую очередь мы с вами. То есть, чем меньше конкуренция на рынке, тем более рабские условия труда создаются для простых смертных. Как-то так завтра увидимся в реальной журналистике. А это была рубрика «Коротко о главном». Но вот опять здорово «Коротко» не получилось. Спасибо, что вы слушали. Пока-пока.